всем привет вы на канале буран гараж 35 очередной боже покажем что сделали в новой мастерской потому что ничего не показывал ничего не снимали было никогда и работали работали только вечерами поэтому сейчас делаем маленький кратенький обзорчик начнем с этой стороны получат здесь у нас установлена печь длительного горения в принципе получилось нормально вроде бы но что-то мы еще не можем не можем маленько настроиться как ее топить то есть у нас она у нас она стреляет огнем было чеха до что из впуска юбат огонь такой пламя вылетает но это не знаю предположение возможно мы сделали чуть-чуть лишка отверстий на инжекторах то есть загораться получается загораться в лежат угли как бы они выделяют газ и газ спыхива отрезка в здесь в отбойнике то есть в этом зубе вот и получается что в дымоход пошло пламя сюда выкидну и сюда выкидывает пламя то есть не хватает объема печи возможно так возможно не так здесь сделали чтобы не так сильно нагревалась отбойничек ну и получается зашили эту стенку сделали лестницу и зашита у нас вот здесь одним листом usb сюда зашита то есть под пенопластом эта стена не готова и не готова ворота на ворота подписчики подогнали пенопластика экструдированного соточка 100 миллиметров это пойдет на ворота это подогнал друг делали они ремонт дома меняли полы и пенопласт 30 то есть и мы делали то же самое 30 только мы покупали и у нас метра на метр были листы тут мет 25 до до сами 25 на мин 25 ну примерно так они чуть-чуть побольше на пол у нас привезена резина резина тут получается лежит два куска толстой практически то есть вот она здесь начинается и вот где пенопласт стоит здесь заканчивается лист 5 метров они по моему нам привозили потому что на 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 машине и они лежали в кузов кузов 5 метров то есть 5-метровые листы тут лежит два толстых листа и под ними там еще лежит еще один лист то есть и не хватает одного листа мы попросим еще ближе так дальше нам надо сейчас мы немножко поубрались увести сетку сетку багажник и бурана увести в тот гараж в тот гараж чтобы нам было место место зашиваться эту стену и ворота потолок пока ничего делать не будем останется также доски доски потому что они влажные еще они не высохли мы печку топим примерно может пятый шестой раз не как бы не больше и не круглосуточно потопить нормально чтобы побольше влаги вышло из воды из досок здесь сделана лестница то есть из двухсотой доски все на сам просто на саморезах ну может быть возможно потом докрутим еще уголки потому что вот одна ступенька вот это началось шевелиться так как доски были ну тоже не фонтан сырые как бы вот поэтому уголки может будет добавить здесь сделали чтобы не терять место лючок тут тоже закон закроется фанерой и лючок а тут будет ну склад металлолома так решили холодильник там молочко поставить а муж сметанку поднимаемся вот это первый этаж получается и здесь у нас получается полноценный второй этаж пока на этом на здесь работы закончились все уперлась маленько финансы может денег надо вроде бы кажется немного на самом деле уходит денег нормально я потом вам следующей серии когда уже все сделала я все чеки сохранил то есть посчитаем вместе с вами и посмотрим насколько насколько мы истратили при ремонте при ремонте получается ну пока второй этаж делать ничего не будем обшивать сто процентов о избе не будем скорее всего зашьем просто пенопластом пенопласт и запеним запеним чтобы ну тепло не тепло не терять все сейчас приехал у нас друг приехал друг и здравствуй алёшка и повезем будем грузиться и повезем в тот гараж начинаем погрузку будем здесь и будем заезжать а сейчас пойдем запустим техник вот сразу место появилось все сейчас грузим сетку сетку и багажник а и трубу еще кусочек касался от печки резко настала зима посмотрите какая красотища голова вас немножко под закружилась приехали старый геран забрать парку еще прокатимся как раз здесь не выход все прокатимся открывай ворота вырвался взять сварку еще и покататься успели это нормально открыли сезон мы снегоходный в этом году так что нам взять на сварку взять на рассматривать и поедем туда будем сегодня там надо 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 вырезать калитку то есть как примеру здесь здесь низко низкий порог там чуть чуть по колено почти что и приступать не очень удобно чуть-чуть понижена сделать выпилим сделал все соберемся и погнали туда сегодня у нас на ремонте ремезе 500 с аэролодки током не работа от нестабильный холостой ход и на моторе нету компрессии компрессия в получается ну в верх ногами то есть получаться в правом цилиндре семерочка в леон цилиндре семь с половиной слишком мало слишком мало поэтому и такое чувство такое чувство как будто у его идут перебои зажигать перебои по зажиганию но такое чувство но не этот самый не уверен в нестабильную работа от на холостом и ну как бы когда винт крутит получается получается ему тяжело то есть мотор сам себя не может крутить когда большие обороты дела что вроде бы нормально работа нормально работает чуть поменьше обороты делаешь уже все то есть просто-напросто мотор вздыхает и запуск тяжелый без разницы то есть например если даже ему обогатителем его заглушить с плохо запускается если с кнопки заглушить то запускаться после того как только выжмешь обогатите что-то что-то тут не ладно разберем сейчас посмотрим лодка был у хозяина местный череповецкий покупал не был поэтому скорее всего на такой технике мотор уже под изношен так как на аэролодке надо постоянно поддавать ей говна под жопу это например если сравнить ее с дельтапланом то там больше ну там только как бы на полную мощность ты идешь только на разгоне то есть на взлете и где-то набрать высоту все остальное время там практически ну сам не летал но видел как пара не летает практически остальное время ты летишь на ну то есть не летишь а париж мотор практически не работает вот а тут тут получаться так что мотор все время под нагрузкой все время на больших оборотах и скорее всего компрессия об этом и говорит что у моторов мотора уже ресурс под закончился сейчас моим первым первым делом что мы сделаем мы его скинем карбюратор с него и сделаем ему опрессовочку все начинаем разбирать опрессовочку думаю 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 да нет я потом сейчас никогда потом сниму вам подробно видосик как как опрессовывать мотор все погнали разбирать сальник почти практически по всему кругу он то травит они травят ну вот в этом месте так постоянно пузыри то есть если чуть чуть побольше ладно хорошо то есть тот сальник не со стороны вариатора не трое сальник мы нашли мы знать будем что нам нужно поменять сальник поменять сегодня что-то все валится из рук поэтому 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 поеду сейчас домой сейчас тут выдаемся и чтобы у нас не же не живет вал с брызнем маленько так была вода с той стороны уже побрызгал была вода поэтому брызнем маленько лишнее выдаем немножко вот датчик так все сегодня надоело вообще не планировал сегодня что-то разбирать не планировал что-то разбирать а так получилось что пришлось разобрать привезли лодочку пришлось разобрать тоже люфтец есть но подшипники хорошие все до завтра парни до завтра мотор был разобран для замены сальника надо поменять сальник сальник тут не не как на буранах сальник у нас с бортиком то есть вот видно что есть бортик на сальнике да и получается отсюда мы старый сальник сможем выдернуть да как я показывал как это делается на буране то есть скруча вам два самореза и выдергивал отсюда сальник но новый сальник вставить туда не получится потому что вот это место у нас остро у картер и просто напросто вот этот бортик срезают этот бортик нужен для того чтобы сальник оттуда просто-напросто не вылетел поэтому надо раскрутить картер раскрутить картер эту крышку снять ту крышку почистить и поменять правый нет ну не тот сами-то тот зажигание так будет заменена головка так как в ней нету резьбы сейчас попробую вам показать но не факт что покажу мне не видно парни не сфокусироваться короче хоть его вот так вот видно немножко там нету резьбы то есть кончилась резьба в головке прошелся вроде бы и метчиком но там уже резать нечего там просто я нету резьба осталась у нас на покажу покажу расскажу покажу расскажу ну вот две свечи с этого мотора и вот эта свечка вот она вся с алюминием то есть вся резьба вот здесь с головки она здесь вот эту свечку я пробовал новый закручивать в эту же головку после после того как метчиком прошелся и тоже резьба испортит поэтому было принято решение менять головку головку мы взяли головку взяли все прокладочки взяли приготовили раскрутим картер и поменяем сальник по цилиндрам и поршням поршни идеальная то есть никакой выработки нету по этим поршням очень хорошо видно это поршня умеет чешские очень хорошо видно они с тифоновым покрытием и если бы например была выработка на поршня да то есть поршень изношенный был то видно было то этого тифона бы здесь не было тут поверхность можно сказать идеально то есть мотор в принципе не много прошел то есть предыдущий хозяин человека не обманул сказал что мотор свежий сделаем так чтобы не засвечивала видно да что он она ну тут кольца еще стоят другой стороны заглянем нет свечу чик фокус мокус фокус видно вот сеточка видите ханинговочка то есть цилиндр без задиров ханингованный что впуск что выпуск одинаково что правый что что левый цилиндр то есть износа износа нету практически у выхлопных окон есть маленько чуть-чуть там как бы у самого-самого здесь выхлопного окна но это не фигня не критично то есть мотор прошел как и сказали там очень малую наработки пару раз они выезжали видно и все и этот глиссер был продан новому хозяину и сейчас надо будет все помыть собрать поменять сальник заменить с мотор собрать пусть там постоит сутки снова сделать опрессовочку чтобы еще раз не не попасть на это то есть проверить как собрался мотор запустить и пригонят глиссер поставить мотор ну все я против вот как кто-то все начинал делать в гараже еще холодно поэтому поэтому работать неохота что-то на закусе да Ай, буй. Продолжение следует... 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 вот так это все ну и с этой стороны также так это все сделано чтобы в момент сжатия в камере сгорания чтобы увеличить степень прилегания кольца к гильзы цилиндра нижнее кольцо обычно там стоит и получается так что сюда попадают как бы до газа попадают и ну забил грубо говоря вот здесь нагаром то есть кольца залегли и все и пропал компрессии после переборки компрессия на правом цилиндре 9 ой на правом цилиндре девять с половиной на левом цилиндре 9 вот как то вот так вот то есть в этом была вся проблема из-за чего просто думаю спросите зачем ты разбирал мотор тебе надо было заменить только сальник нет мне надо было не заменить только сальник нам надо было найти причину причину плохой компрессии то есть поэтому мотор разбирался полностью плюс была замена головки плюс заменен был сальник поэтому он разбирался полностью а на этом будем заканчивать наш бложек подписывайтесь на канал оценивайте подписывайтесь на нашу группу вконтакте подписывайтесь на наш instagram ссылки будут в описании все всем удачи парни всем пока уже можно говорить катайтесь не ломайтесь